Скандал недели. Доказательство, что иностранные вооруженные силы воюют на востоке Украины. Именно так квалифицируют в Киеве признание задержанных граждан России. Впрочем, Москва нашлась. Военнослужащие, дескать, бывшие российские блогеры, грустно шутят. В отставку теперь уходят в камуфляже с табельным оружием, с прибором ночного видения и желательно на БТРе. К признаниям солдат и опровержениям чиновников прислушался Виталий Школьный. Я гражданин России Ерофеев Евгений Владимирович. Поживаю в городе Тольятти. Я являюсь военнослужащим Российской Федерации. Зашли на территорию Украины 26 марта 2015 года. Зашли в составе 2-го батальона в количестве 220 человек. Это видео службы безопасности Украины. Двое российских военных подтверждают, что находились в Донбассе с заданием Генштаба своей страны. Цель, по их словам, слежка за перемещением украинских войск. Все хорошо у меня. Уже здорово. Взятых в плен военнослужащих, предположительно членов спецназа Государственного разведывательного управления, официально обвинили в террористической деятельности. Киевский суд подтвердил их арест до 19 июля. Если вина будет доказана, вердикт может быть строгим. От 20 лет до пожизненного срока. Ерофеев и Александров подтвердили, что выполняли задание российского армейского командования в беседе с представителями ОБСЕ. Встреча проходила без украинской стороны, во избежание давления. С правозащитниками и международными организациями задержанные встречаются в больничной палате. Их, кстати, оперировали без наркоза по просьбе самих раненых. По словам врачей, армейцы боялись, что у них вырежут почки и продадут на черном рынке. Говорят, в России историями о зверствах украинцев пугают детей. Задержанные под присмотром украинских спецслужб и конвоя Министерства обороны в лучшем военном медучреждении страны. Лечить арестованных в Киевском клиническом военном госпитале крайне важно для Украины с точки зрения политики и имиджа. Ведь Киев стремится в который раз доказать то, что Россия является агрессором и показать странам Запада гуманное обращение даже с врагами государства. Россия, впрочем, активно усиливает позиции в Европе. Киев за год не смог показать ни эффективных реформ, ни успехов в мирном процессе в Донбассе. Потому пленные спецназовцы стали политическим козырем для Украины, как и ситуации со сбитым Боингом. Саммит ЕС скоро в ноябре. 1 июня заменяется страна ЕС и обычно традиционный саммит, где будут рассматриваться санкции против России. А поскольку Россия предпринимает колоссальные усилия для того, чтобы санкции отменили, и некое движение в эту сторону наметилось даже с точки зрения обрывков, которые мы получаем в СМИ, из открытых источников, даже ценой ущемления интересов Украины, наши всполошились и решили предъявить этих двух авриков, пойманных уже в парламентской ассамблее Европы, и всем показать, чтобы люди убедились, что российские войска все-таки есть и здесь воюют, и не просто воюют, убивают украинских военнослужащих. Подтверждает эту мысль и Алексей Зинченко, сержант 72-й бригады Вооруженных сил Украины. Военный неделю провел в плену, как он утверждает у регулярной российской армии. К прямому наступлению на украинские позиции они переходят только в крайних случаях, утверждает наш герой. Флагов и знамен воинских частей нет, но шевроны, форма и все оружие российское. Мы знали, что процентов 90 против нас, русских. Наших украинцев фактически там нет. Их перебили в первые дни боевых действий. Многие из них отказались. Русские там в основном наемники. Когда они начинают проигрывать, выпускают официальную регулярную армию для усиления позиций. Все-таки русская армия есть русская армия. У нас 20 лет ее разрушали, а у них строили. Они активно участвуют в этих действиях, но на лобовые и штурмовые атаки, там где люди сходятся на коротких дистанциях, ходят в основном сепаратисты и наемники. Россияне берегут своих людей, потому что в рамках ограничений, которые они сами себе выставили, например, никто не должен знать о присутствии российских войск или не иметь доказательств, они действуют только в стыках. Они оставляют черную работу сепаратистам и наемникам, а сами себе берут самую жирную, которая дает наибольшие результаты. Начальнику генштаба Украины показывают снайперское оружие, конфискованное у спецназовцев из Тольятти. Такую винтовку ВСС можно найти на вооружении всего двух армий мира – России и Белоруссии. Кремль по-прежнему отрицает участие своей армии в украинском конфликте. Минобороны России, захваченных Ерофеева и Александрова, называют бывшими военнослужащими. Таким образом, они не считаются военно-пленными и не подпадают под соответствующие конвенции. Впрочем, к концу недели пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков все-таки назвал задержанных пленными. Это граждане России, которые находятся в плену. Российская сторона принимает необходимые меры для их вызволения из плена. Мы не получали ни единого официального запроса из Кремля или Российской Федерации о задержании военнослужащих. Если такие запросы будут, мы будем реагировать на них каналами Министерства иностранных дел. Дмитрий Сиротак год воевал в Донбассе. Военные рассказывают, российские офицеры лично звонят на сотовые телефоны украинских солдат. Не скрывая своих имен и званий, вербовщики предлагают перейти в ряды вооруженных сил соседней страны. За смену военного билета и знамени дают от 10 тысяч долларов, говорит Сирота. Родители этих людей, которые согласились, до сих пор ищут. Пусть на Луганщине, но до Нечи не поля перекапывают. Может и найдут своих. Показывали по телевизору, будто их тела везут в России, но они же туда не доезжали. Закапывали перед границей, да и все. Люди до сих пор ищут своих детей. Это уже третий резонансный случай с поимкой российских военных в Украине. В начале августа прошлого года батальон Донбасс задержал несколько солдат из-под Ростова. Спустя пару недель в зоне конфликта будто бы заблудились четверо псковских десантников. Говорили, что они заблудились просто на бронетехнике с оружием, но там же нет. На самом деле это правда. Даже я сейчас говорю серьезно. Я верю, что они заблудились, потому что там же нет маркированной границы. Российские правозащитники утверждают обратное. Их страна скрывает масштабы и сам факт военного присутствия в Украине. Там есть солдаты, есть офицеры. Да, они обезличены, да, у них нет документов, да, они не в форме, да, они как бы без звания, без всего. Но это как бы преступление российского государства. Потому что отправляя солдата и офицеров вооруженных сил в таком состоянии, наше государство не в состоянии защитить их. По данным военного обозревателя и военного разведчика в отставке Алексея Арестовича, за время конфликта в Донбассе спецслужбы задержали 150 российских армейцев. Информация в СМИ попала лишь у нескольких. Остальных по тайным каналам служб безопасности и Министерства обороны обеих стран обменивали на пленных. Вопрос в том, сколько российских солдат погибли на этой войне. Правозащитники открыли кампании по поиску пропавших в Донбассе людей. А блогеры начали публиковать фото и видео могил павших непризнанных Россией солдат. Такая ситуация, я уже говорил, что ко мне приходят все пришли. Ко мне пришли все. О, да? О, приходила. Красный крест пришел. Все там, оба и все ко мне приходила. Все я интересовался, как со мной относятся, жизнь здоровая, лечение получаю, не получаю. Ко мне пришли все. Кроме посольства. Ни одного еще не видел представителя посольства до сих пор. Какой день, какого-то хрена. Понимаю, что там от меня отказались, как от полнослужащего. Но я пока еще учусь еще гражданин страны своей. И хотел бы увидеть, какого у меня представителя. Виталий Школьный, Дмитрий Клименко, RTVI, Киев.